Приветствую вас. Во-первых, сразу нужно сказать, что парень это не преграда, парень это не муж даже. И как она сейчас с парнем, так она потом может быть в принципе без него. То есть дело здесь не с парнем. То есть парень по большому счету это даже не тот фактор, который нужно рассматривать. Другое дело сама девушка. Она явно ведет себя с вами вызывающе, она явно флиртует с вами, да? Она явно делает вашу сторону какие-то знаки. И либо ее мужчина не дает ей того, чего хочет она. Такое бывает. Ну то есть да, он дарит ей цветы, вот эта вся история. Он дарит ей внимание свое. Тоже вот эта вся история. Но при этом она все равно остается не удовлетворена. То есть, ну это могут быть самые разные моменты, начиная от секса и заканчивая эмоциями. Вот. То есть я здесь опять же не хотел бы гадать, но тем не менее. То есть ситуация в определенной степени довольно, довольно обычно, да? То есть вот у девушки есть парень, а она флиртует с руки. Потому что ее парень, он ну как знаете, как диван. То есть он удобный, он привычный, но он не дает эмоций. А эмоции дают вот новые, новые люди. Ну, например, вы. Например, вы. И это заставляет девочку вести себя с вами вот так, как она себя ведет. Эмоции. Может быть за этим что-то настоящее? Ну то есть, например, реальная симпатия? Да, может. Может ли быть за этим какая-то игра? Например, игра в самооценку или какая-либо психологическая игра? Да, может и это быть тоже. И понимаете, здесь никогда не предугадаешь, как действовать и что делать. Я уверен, уверен, что сама девушка тоже считает, что она не делает ничего такого. То есть она всячески старается себя обезопасить. Как мне видится. Ну, либо понимает, что действует не правильно, либо испытывает чувство вины, значит, перед своим мужчиной. То есть тут на самом деле вариантов может быть очень много. Вам в любом случае стоит, я полагаю, прислушиваться к себе, да, к своим чувствам. И если вам она нравится, эта девушка, если у вас есть к ней симпатия, если у вас нет девушки, то здорово будет, если вы откровенно скажете ей, что вот ты знаешь, ты мне нравишься. Я хотел бы быть с тобой. Она скажет, ну, у меня парень, а вы ей так знаете сказать, ну, как бы и, ну и что. Я тоже парень. Например. Вот. И после этого можете посмотреть на её реакцию. То есть, как она отреагирует. Да? То есть, либо она скажет, например, ну, что-нибудь такое, что даст вам надежду, даст вам шанс. Либо она сделает шаг назад и ничего не скажет, либо скажет что-то такое, типа, что нет, у меня парень, я не могу, не буду там, не хочу и так далее, и так далее, и так далее. Ну, опять же, это её браво, она находит, как бы, на своей территории. Вот. А, ну, по крайней мере, вы будете знать её позицию, по крайней мере, вы будете знать её реакцию, по крайней мере, вы будете знать, чего ожидать вам. Ну, в данном контексте. А это не определённость, которая сейчас уйдёт. Девочка, она, вот, что вам нужно понять, главное, это то, что девочка, она действует сейчас исключительно только в своих интересах. То есть, эээ, единственное, что её волнует, да, единственное, что её волнует, волнует, это её интерес. То есть, её не волнуете пока вы, она не готова ничего делать, эээ, для вас. Она готова что-то делать только для себя. Вот. Это нужно вам очень хорошо и чётко понимать. Дабы ни в коем случае, вот, ни в коем случае, не попадаться на удочку в такую, да, типа, что, я подумал, она в меня, там, влюблена и так далее, так далее, так далее. Вот. Нет. Нет. Вот это вот категорически делать не надо, потому что так очень легко попасть на крючок к тем, кто играет в такую игру, которая называется насилуют. То есть, то есть, девочке нужно соблазнить мужчину, обязательно соблазнить мужчину, чтобы он проявил себя, ну, например, вот, он видит, что девочка намекает, да, на интимные отношения, допустим. И он начинает вести себя, так, как будто интимные отношения, ну, они реально вот будут. А девушка в это время хопа и делает такой разворот, типа, что, а я ничего не обижала, я ничего не хотела и ты всё придумал сам. Вот. И в этом случае мужчина такой оказывается вообще в состоянии, в состоянии полной прострации, да, то есть, он не знает, как себя вести, он понимает, что вроде бы девушка права, вот. То есть, ну, действительно, как бы, она ему ничего конкретного не говорила, ну, а он всё это придумал. И мужчина в итоге чувствует себя оборотительно. Люди думают о мужчине плохо, а девочка, она получает, как бы, ну, свой выигр. Поэтому ни в коем случае не поддавайтесь на её в сердце, да, то есть, если вы чувствуете, например, возбуждение, если вы родите её и так далее, то прямо вот если у вас есть сексуальное желание, то его лучше реализовывать как-то иначе. Ну, то есть, не с этой девочкой, да, если вы её хотите, потому что иначе вы можете себе работу, ну, вот рабочее место испортить очень быстро. Ну, вот. Что касается того, как понять, вы знаете, женщину понять довольно сложно по той простой причине, что она сама может узнать, чего она хочет и для чего это делает. Вот. Может быть, с мужчиной ей удобно просто. Но тогда вы же понимаете, да, что если она будет с вами, то ей с вами может быть тоже удобно. Просто удобно и всё. И вряд ли это хорошо для вас. Если у неё, у неё с не, с ним проблемы, то опять же возникает вопрос, а почему она до сих пор с ним? А кто-то думает, что он единственный, а она, оказывается, флиртует с вами. И это опять же её не красит. Понимаете? Вот. То есть, вы для себя сами определите, что вы хотите. Готовы ли вы рисковать? Если да, то ради чего, зачем, для чего. Я не говорю, что это плохо. Я просто, как бы, ну, пытаюсь вам полную картину нарисовать в ситуации, чтобы вы её видели. Вот. Если хотите рисковать, значит, если не готовы рисковать, ну, хорошо. Рискуйте, но тогда необходимо понимать, чем вы можете заплатить за это. А платить в любом случае придётся. В любом случае. Расплата в любом случае будет. Может быть, вы не получите ничего. Может быть, вы не будете расплачиваться. Но, тем не менее. Это зависит именно от... От... ...девочки. То есть, если она вам... Вас понравилась? Если.. Если она... ...ну... ...вызвала у вас положительные чувства. Девочку, я имею в виду. то в таком случае, конечно, имеет смысл попробовать хотя бы её завоевать. То есть я не говорю про, там, секс, я не говорю про отношения, но, по крайней мере, попробовать просто с ней сблизиться. Мне кажется, это вполне возможно. То есть в сближении с ней нет и не может быть чего-то плохого. То есть вы можете позвать её на кофе, вы можете позвать её на чай, вы можете позвать её просто в ресторан там где-то посидеть. Вот. То есть вариантов много. И все эти варианты, самое что главное, они абсолютно безопасны для вас. Вот. То есть если вы будете действовать, то действуйте именно так, чтобы это было максимально безопасно для вас. Потому что девушка, тем более если у неё хорошая внешность, найти работу легче, чем мужчине. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!